В детской городской клинической больнице после ремонта появилось несколько дополнительных кабинетов отделения восстановительного лечения и новое оборудование. Уже более 30 детей с диагнозом детский церебральный паралич успешно прошли лечение. Что помогает ставить маленьких пациентов на ноги, расскажем в следующем сюжете. Родиону 2,5 года. Он инвалид третьей группы. Диагноз – детский церебральный паралич. Комплексно лечиться он начал в конце июня этого года. Сначала приходил на капельницы, сейчас находится на дневном стационаре. Лечится с помощью нейроортопедического реабилитационного костюма. До этого он мог только сидеть и делать пару шагов. Сейчас, спустя месяц, может пройти несколько метров, говорит его отец. Первый день он к нему привыкал. Это как давление меряет на руке, только ему на все тело. Ему просто трудно в нем двигаться. Он первый день привыкает к костюму, а потом все лучше и лучше начинает. Как-то стоять, ходить. Зато потом, когда я снимаю костюмы, ему гораздо легче ходить. В больнице есть 9 костюмов разных размеров. Для детей от года и до 17 лет, в зависимости от массы тела. Курс лечения минимум 25 процедур, начиная с 10, заканчивая 40 минутами в день. Костюм применяют при ДЦП, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, после инсультов и черепно-мозговых травм. Он сшит с плотной тканью. Здесь вдоль рук, вдоль верхних конечных, нижних конечных и туловища проходят, что у нас? Вот они камеры, да? Вот они и по спиночке камеры проходят. Мы глядаем камеры в воздух. У нас что? Ткань эта растягивается, приобретает объемную форму этот костюм. Тело ребенка что делает? Обтягивается, корсистируется. При этом, значит, что у нас? Мышцы и связки у нас растягиваются. Врачи и родители замечают результат уже после первой процедуры. Ребенок учится держать голову, если раньше не умел сидеть, стоять. Эти же простейшие навыки дает и стол-вертикализатор, предназначенный для детей на колясках. И к тому же стабилизирует работу сосудов, дыхание, пищеварение. В рамках модернизации здравоохранения в больнице появился и кабинет вертебротерапии. Здесь есть несколько тренажеров для лечения позвоночника и вибротерапии с вибромассажерами. За несколько месяцев в курс лечения прошли уже более 30 детей с диагнозом ДЦП, которые сейчас могут стоять, сидеть и ходить. Такое оснащение, говорят врачи, позволяет лечить комплексно, то есть и физиолечением, и лекарствами, и лечебной физкультурой. Многие дети только таким образом и могут встать на ноги. Светлана Сотникова, Иван Сюмак. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.